Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Месть или борьба за справедливость? До 15 лет тюрьмы грозит самарскому адвокату Ольге Гисич. Ее обвиняют в организации нескольких преступлений, вымогательстве крупной суммы денег, поджоге автомобилей и избиении сотрудников медицинской компании ИДК. Следствие полагает, что мотивом для всего этого послужил ошибочный диагноз, поставленный подсудимой два года назад. В подробностях разбирался Павел Баймаков. История одного из самых громких преступлений последнего времени в 14 томах. Все началось еще два года назад. Подсудимая Ольга Гисича лечилась в клинике медицинской компании ИДК. После операции и проведенных исследований врачи поставили ей страшный диагноз – рак. Спустя месяц выяснилось, он ошибочный. Как полагает следствие, это и стало причиной мести. Гисич обвиняют в организации избиения врачей. Были причины телесные повреждения врачу-онкологического диспансера. Впоследствии были причины телесные повреждения Шерстобоева, то есть это генеральный директор компании ИДК. Впоследствии были осуществлены поджоги автомобилей, то есть Шерстобоева и Тукушева. Все эти преступления, как установило следствие, по заказу Гисич за вознаграждение совершил ее знакомый Дмитрий Козлов. Его уже приговорили к 2,5 годам колонии и поселений. Гисич же, по словам обвинения, предстоит ответить за угрозы и за вымогательство у медиков миллиона долларов. Пока это подтверждается лишь показаниями потерпевших. В компании ИДК от комментариев отказываются, так что вопрос, чувствуют ли врачи за собой вину, хотя бы моральную, остается открытым. Ни одного дела не было гражданского по иску Ольги Владимировны Гисич. Ни одного дела не было, где бы рассматривался факт причинения вреда. Почему она не стала судиться с ИДК, подсудимая не говорит, при этом полностью отрицает свою вину. По ее словам, она хотела добиться справедливости и не только для себя. Мое внутреннее убеждение – это преступники, которые просто без показаний разводили женщин на операции и, соответственно, делали. Они предлагали мне деньги, деньги я отказалась получать, именно потому, что моим условием было возмещение вреда не только мне, но и остальным потерпевшим и прекращение незаконной деятельности. К рассмотрению уголовного дела суд приступит через пару дней. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить до 15 лет тюрьмы. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Девятилетняя девочка умерла в Самаре от столбняка. Долгое время она была в крайне тяжелом состоянии в областной больнице имени Середавина. Ребенок оказался в реанимации после того, как упал на улице и поранился об асфальт. Выяснилось, что в положенное время родители не стали делать девочкой обязательную прививку АКДС. Специалисты Минздрава отмечают – случаи в заболевании столбняком в регионе не фиксировали почти 10 лет. В Самаре стартовала сезонная кампания по вакцинации от гриппа. Всплеск заболеваемости медики прогнозируют на январь-февраль, но позаботиться о себе нужно заранее. Однако статистика настораживает – оказывается, каждому пятому ребенку не делают прививки. Причем не только от гриппа, но и от других тяжелых заболеваний. Чем грозит такая беспечность, расскажет Марина Кравцова. На прививку становись и не устают призывать врачи. По статистике, за прошлый год из всех, кто сделал прививку, заболело лишь один из тысячи. К тому же вакцинация, по уверению специалистов, даже в случае болезни существенно снижает риск осложнений. И все же сам Марца к такому способу профилактики относятся неоднозначно. Я сама медработник, я сама делаю, и сейчас делаю. Я в последнее время раза два, в промежутке месяца через два подхватывала вирус, и поэтому я сейчас хочу сделать прививку обязательно. Мой ребенок тоже всегда в школе делает прививку против гриппа. Организм сам должен с этим бороться. Нужно, конечно, повышать иммунитет, но другими способами. Каким? Правильное питание, здоровый образ жизни. Я считаю, что она, как бы сказать, она не действует. То есть я не верю в это. В этом году в Самарской области бесплатную прививку от гриппа получат 300 тысяч детей и 900 тысяч взрослых. В первую очередь медработники, учителя, пенсионеры. Впрочем, пройти вакцинацию в поликлинике может любой желающий. Минздрав региона призывает работодателей инвестировать в здоровье сотрудников и делать прививки коллективно. Взывают и к родителям. В последнее время они все чаще отказываются делать прививки детям. В том числе от таких серьезных заболеваний, как гепатит, корь, столбняк. Ту профилактическую возможность, которую дает медицина и гарантирует, что ваш ребенок, привившись от этой инфекции, не заболеет. Очень странно, когда родители берут на себя вот такую ответственность и отказываются от этих прививок. Пока же каждый пятый родитель рискует. Врачи приводят страшный пример, к чему это может привести. В 80-е из-за отказа пройти вакцинацию только курью заболели десятки тысяч людей. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Увы, сегодня последний теплый день осени. И уже завтра в ночь синоптики обещают резкое похолодание. А в четверг первый снег. Самару накроют атлантическим циклоном. Но самарские коммунальщики не теряют бдительности и уже готовы открыть отопительный сезон. Когда батареи в домах, горожан начнут теплеть, узнала Марина Матвейшина. На улице похолодает, в домах потеплеет. Первый снег в Самаре синоптики обещают уже в четверг. Столбик термометра опустится до 0,5 градусов. Местами, возможно, заморозки до минус 3 градусов. В этот же день, по предварительной информации, в домах начнут включать отопление. Сейчас в администрации города готовят соответствующее распоряжение. В первую очередь включить и включать лечебные учреждения, стационары, дошкольные учреждения. Потом уже объекты образования, школы. В департаменте ЖКХ обсудили последние приготовления к предстоящему отопительному сезону. И управляющие компании, и ресурсники рапортуют. Опасений, что тепло не поступит, нет. В принципе, к началу топительной зоны мы были готовы еще с 5-го числа начать. Мы подготовили все оборудование станции, подготовились тепловые сети. Все объекты, переклады, которые у нас влияли на систему подачи теплоснабжения, мы все монтажные схемы в полном объеме собрали. Подключение тепла – технически сложные процедуры. И полностью она завершится в течение двух недель. В эти дни все службы городского хозяйства будут работать в особом режиме. Контролировать подачу тепла в каждое здание. А их в Самаре более 10 тысяч. В департаменте ЖКХ будет работать горячие линии по вопросам отопления. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. А сейчас коротко о важных событиях, которые произошли к этому часу. Девочка, подавившаяся зонтом, могла погибнуть по вине медиков. Заведено уголовное дело. Инцидент произошел в Сызрани 18 августа. Пятилетняя девочка играла с зонтиком и засунула его ручку себе в рот. Она откололась, ребенок подавился. Девочку привезли в реанимацию местной больницы, однако врачи спасти ее не смогли. В интернете опубликовали 3D-визуализацию проекта реконструкции Московского шоссе. Двухуровневые кольцевые развязки появятся при повороте на проспект Кирова и на пересечении с Ракитовским и Волжским шоссе. Площадь с памятником самолету Ил-2 сохранится в прежнем виде. Авиакомпания «Нордавия» включила Самару в свое расписание. Запланированы рейсы Санкт-Петербург-Самары четыре раза в неделю. В понедельник, в среду, четверг и пятницу летать будут на «Боинг-737». Зимнее расписание действует с 26 октября по 26 марта. В Самаре 250 волонтеров обучат иностранным языкам к Чемпионату мира 2018. Первая группа в составе 25 человек в течение двух с половиной месяцев будет проходить специальную программу. Она предполагает основу языковых коммуникаций и работу над темами, актуальными в деятельности добровольцев. В России возрождаются нормы ГТО. Соответствующие поправки в закон подписал Владимир Путин. Благодаря ним должны появиться физкультурно-спортивные клубы для подготовки населения к сдаче нормативов. Активисты Общероссийского народного фронта предотвратили два случая расточительной траты государственных денег в Самарской области. Тольяттинская энергетическая компания «Тэвис» не стала приобретать автомобиль марки «Тойота Камри» для своей службы безопасности. Заказчик сообщил о намерении купить дорогую машину на сайте проекта «За честной закупки», но уже через два часа взял свои слова обратно. От машины стоимостью в полтора миллиона пришлось отказаться из-за обращения к руководству организации активистов ОНФ. Как сообщают участники проекта «За честной закупки» приобретение дорогого автомобиля, означает неэффективное использование госсредств, то есть денег налогоплательщиков. Такая же участь в сентябре постигла и филиал компании «Аэронавигация» с центральной «Волги». Руководство уже через 9 минут после публикации на портале ОНФ отказалось от «Инфинити-Куэкс-80» стоимостью 4,5 миллиона рублей. Критику активистов Народного фронта в компании сочли обоснованной, отраты неоправданными. Луч света в темном дорожном царстве. В Самарском ГАИ бьют тревогу. С приходом осени число ДТП с участием пешеходов в темное время суток резко возросло. Уменьшить число аварий могут помочь свето-возвращающие элементы. Но если в Европе они уже давно вошли в обиход, то у нас их надевают крайне редко. Воспитывать культуру поведения на дорогах, уверены инспекторы ДПС, необходимо с детства. Именно поэтому они решили провести в школах уроки, на которых расскажут, как обычный свето-возвращающий браслет может спасти человеческую жизнь. Репортаж Алины Чемерис. В Европе светоотражатели наподобие вот такого браслета пешеходы обязаны носить в темное время суток. Водитель, едущий с ближним светом, заметит его на расстоянии более чем в 100 метров. В России такой закон принят с 1 июля. В черте города носить светоотражатели рекомендуют. За его пределами требуют. Тимофей Бретнев дорогу всегда переходит по правилам. Говорит, свето-возвращающий знак, сделанный своими руками, поможет стать заметнее в темноте. Юный участник дорожного движения сначала аккуратно обвел трафарет, теперь старательно вырезает машину. Машину прикреплю на рюкзак, чтобы я безопасно переходил дорогу. Чтобы отражало наш свет и чтобы водитель заметил, что мы переходим дорогу. На открытый урок, посвященный правилам дорожного движения, представители госавтоинспекции пришли к ученикам 2-го А-класса 95-й школы. 23 сентября неподалеку машина сбила их одноклассника. Сейчас мальчик в больнице. Всего с начала года в Самарской области под колеса автомобилей попали почти полсотни детей. По статистике, чаще всего ДТП с участием пешеходов происходит поздним вечером и ночью. Стать заметнее в темноте помогут светоотражающие элементы. Они существенно снижают риск аварий. Призываем не только, чтобы дети использовали эти светоотражающие элементы, а также взрослые. Чтобы это было на дороге ярко, заметно. И, конечно же, это очень хорошее подспорье для водителя. Стать ярче на дороге ребята предложили и самарцам. Свои поделки из светоотражающей бумаги школьники дарили прохожим. Алина Чемерес, Григорий Плешаков. События. Лучший учитель России живет в Самаре. Сергей Кочерешко – педагог по истории и обществознанию из гимназии номер один. 25-летний педагог получил награду Большого хрустального пеликана из рук главы Миноборнауки Дмитрия Ливанова и ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничева. Церемония прошла накануне, поздно вечером в Государственном Кремлевском дворце. Сергей Кочерешко стал одним из самых молодых участников конкурса и самым молодым из финалистов. Педагогический стаж победителя всего три года. Напомним, весной этого года Сергей стал победителем регионального этапа конкурса. Тогда губернатор Николай Меркушкин вручил победителю ключи от автомобиля. А в финале уже всероссийского конкурса Кочерешко обошел учителей из Липецкой, Московской, Кировской области и Санкт-Петербурга. Создание подводных роботов, транспорта до Марса и долгосрочные прогнозы цен на нефть. Об этом сегодня и завтра будут говорить в стенах Аэрокосмического университета. Международная научная конференция собрала молодых ученых со всего мира. Из России, Германии, Бельгии, США, Испании и Великобритании. Они расскажут о своих исследованиях в области космического машиностроения, биомедицинских систем, наноэлектроники и суперкомпьютеринга. Всего зачитают больше 400 докладов. Королевские чтения СГАУ проводят уже 13-й год подряд. Частые исследования студентов из теоретических работ превращаются в практические изобретения. Одна из разработок, которая сейчас поедет на космодром «Восточный», это малые пикоспутники, которые созданы нашими студентами. Они прошли уже испытания у нас, проходят сейчас на РКЦ «Прогресс». Сегодня студенты, молодые ученые участвуют в создании, отработке различных систем. Это очень знаково. Здесь, в СГАУ, создан уникальный испытательный комплекс. Ну а самые усердные студенты-медики Самары смогут пройти стажировку в лучших мировых клиниках. Самарский медуниверситет начинает практику профессиональных и исследовательских обменов. Сейчас уже наработаны хорошие связи с Францией и Германией. Этот опыт обсудили на осеннем съезде представители Национального союза студентов-медиков. Впервые заседание прошло в Самаре. На практику и обучение в Самарский медуниверситет часто приезжают иностранные студенты. Для научных исследований здесь есть все необходимые условия. У нас есть Центр прорывных исследований. Я не знаю, были ли вы там или нет. Посмотрите, какие там 3D-технологии созданы. И любой студент может заниматься, смотреть 3D-анатомические атмосферы, которые позволяют изучить всю топографию органов, расположение сосудов, нервов и так далее. Выставки, лекции, кинопоказы и фестиваль современной драматургии. Все это ожидает самарцев в рамках второго литературного биеннале. Творческий вечер известного российского драматурга Людмилы Петрушевской «Здравствуй, моя родная Самара» открыл череду литературных мероприятий. С подробностями Юлия Черняева. Она провела в Самаре не самые лучшие годы своей жизни. Военное время, голод, коммуналка, болезнь бабушки, дрязги соседей, крошки хлеба с пола, туберкулез. Но при этом она называет Куйбышев родным городом. Ведь День Победы Людмила Петрушевская встретила именно здесь. Четыре часа утра я проснулась от невероятного, это даже нельзя назвать было шумом, это был непрекращающийся ход электрички, понимаете, вот такой. Вот, я выглянула в окно, выглянула на балкон, по Красноармейску шла колонна, прямо толпа, они кричали. Что? Капитуляция, капитуляция, капитуляция. Я, конечно, выбежала сразу. И целый день я бегала по сайт среди всех людей, меня даже покормил кто-то. Люди выносили балалайки, гармонии, со всех окон звучали патефоны, если кто имел патефон. Был невероятный праздник. Воспоминания писательницы о годах в эвакуации легли в основу повести «Маленькая девочка из метрополя». Творческий вечер драматурга собрал разную публику. Актеров, студентов, педагогов и тех, кто вырос на ее пронзительных рассказах и лингвистических сказках. Для меня Людмила Степановна Петрушевская – это очень близкий мне по духу автор. И даже изучая ее творчество, погружаясь в него, слышу что-то о ней, нахожу очень много аналогий со собой и со своей жизнью. Иногда в деревне выходили мы в поля, и я начинала петь «Благословляю вас, леса». Дети шарахались, честно говоря. А мне страшно не хватало оперной сцены. Я знала наизусть несколько опер. Дед писательницы в детстве запрещал ей читать. А сама Петрушевская мечтала стать оперной певицей. Сегодня Людмила Степановна – один из признанных литературных классиков. Ее пьесы ставили такие известные режиссеры, как Роман Виктюк, Юрий Любимов и многие другие. Кстати, одна из пьес «Уроки музыки», поставленная студенческим театром МГУ, наделала много шума и обернулась настоящим скандалом. Уроки музыки сняли, а сам театр закрыли. Не ограничиваясь литературой, Петрушевская играет в собственном театре Кабаре, рисует мультфильмы, делает картонных кукол и читает рэп. Юлия Черняева, Константин Головин. События. А теперь время новостей экономики. Не переключайтесь. 70 тысяч человек в России готовы объявить себя банкротами в рамке нового закона о банкротстве физлиц, который вступил в силу с 1 октября. Это данные за последние несколько суток. Меньше, чем предполагали эксперты, но, полагаю, еще не вечер. Специалисты же уверены, что большого наплыва банкротства не будет. Многих остановит получение самого статуса банкрота, а многих ограничение в получении будущих кредитов. 46 тысяч россиян готовы переехать в Крым, и более миллиона ищут там работу. Такие данные получил поисковик Яндекс. В месяц количество запросов с формулировкой «переехать в Крым» порой превышает 2,5 тысячи. До присоединения полуострова их было в 10 раз меньше. Более 90% запросов приходит от россиян, при этом 17% из московского региона. Около 4% запросов поступает от жителей Украины и еще 6% из других стран СНГ. На форумах желающие переехать отмечают, что уровень зарплат в Крыму несколько ниже, чем в среднем по России. При этом зарплаты бюджетникам подняли до уровня России и даже кому-то выше. Цены уже вплотную приблизились к российским, а также цены на недвижимость действительно выросли. «ТрансАэро» потянет за собой более тысячи региональных туроператоров. Все потому, что «Аэрофлот», взявший на себя разбор ситуации с перевозками, не досчитался билетов туристов компании «Библиоглобус». Сейчас с компанией ведутся переговоры, и от их скорости и результата зависит, сколько сторонних региональных турфирм прикажут долго жить. Компании выступали как агенты «Библиоглобуса», и в случае его банкротства также закроются. Ситуацию может усложнить и быстрый процесс банкротства «ТрансАэро». Эксперты надеются, что процесс будет происходить более плавно и продуманно. В этом случае у рынка есть шанс адаптироваться. Между тем, ситуацию с «Библиоглобусом» и «ТрансАэро» держат на заметке агентство «Турпомощь». Это были все новости экономики, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Анастасия Павлюченкова сражается за титул чемпионки Китая. Хоккейная «Лада» проиграла по булитам в континентальной хоккейной лиге, а ЦСКА ВВС тоже проиграл первый домашний матч, но уже в высшей хоккейной лиге. Самарский ЦСКА ВВС проиграл на родном льду Саранской Мордовии в чемпионате высшей хоккейной лиги. Первыми начали забивать гости за три минуты, две шайбы побывали в воротах военных летчиков. Отыграться армейцы смогли еще быстрее две шайбы за две минуты. И весь этот калейдоскоп в первом периоде. Второй отрезок времени получился сухим на голой. Концовка прошла ровно, и счет тоже в итоге получился равным 3-3. Овертайм победителя не выявил, а затянувшиеся до 20 штрафных бросков лотерею выиграла Мордовия. Счет по булитам 1-2. И ЦСКА ВВС закрепился на пятом месте в национальном чемпионате. Континентальная хоккейная лига «Лада» принимала Рижская «Динамо». Счет в матч открыли гости только в начале второго периода. А за минуту до перерыва «Лада» восстановила равновесие 1-1. Удачно подставил клюшку Василий Стрельцов. В третьем периоде волжане прибавили, но гости перешли в глухую оборону. Овертайм не принес никаких изменений. Все решили после матчевой булиты. Удача была в этот раз на стороне «Динамовцев». «Лада» 14-й на востоке КХЛ. Лидер омский авангард. Самарченко Анастасия Павлюченкова выиграла второй матч чемпионата Китая у Элины Светолиной из Украины 6-4, 1-6, 6-3. Павлюченкова 32-я в мировой классификации, Светолина на 18-м месте. Счет личных встреч соперниц стал 2-0 в пользу самарской спортсменки. За выход в четверть в финал соревнований Павлюченкова поборется с победительницей матча между бразильянкой Телиано Перерой и итальянкой Флавией Пинеттой. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok